Приветствую вас, давайте попробуем подумать так. Вы пишите, что полюбили женатого мужчину, у которого, соответственно, есть жена и трое детей. Безусловно, полюбить женатого мужчину означает поставить себя, ну, как минимум, не на первое место, потому что на первое место у него все-таки супруга. Я надеюсь, вы это понимаете. Так вот, то, что вы поставили себя не на первое место, а как бы готовы мириться с тем, что вот мужчина на вас обращает внимание лишь постольку-поскольку, говорит о том, что для начала у вас проблемы с самооценкой, проблемы с самоидентификацией себя как женщин. Наверное, есть определенные проблемы с пониманием того, чего вы хотите от мужчины вообще. И корень этого может быть достаточно в разных моментах. Вы пишите, что вы и так очень долго не могли встретить свою любовь, а теперь и подавно. Вот давайте подумаем здесь так. Почему вы долго не могли встретить свою любовь? Что вам мешало встретить свою любовь? Какой блок вы испытывали? И были ли у вас отношения вообще? Если были, то как они закончились? Потому что, если у вас нет детских комплексов, идущих с детства, то есть определенные негативные установки, которые формировались в результате предыдущих отношений, опыт которых вы неверно или не совсем правильно или аффективно, то есть под воздействием эмоций перенесли на свой настоящий и будущий опыт, что и послужило причиной такого вот поведения. Дело в том, что женатый мужчина, вот этот вот мужчина, он для вас как бы последний шанс. По крайней мере, так вы его видите. Вам кажется, что вы больше никогда такого не встретите. Это означает, что мужчина для вас является своего рода идеалом и, как я уже сказал, последним шансом. Так вот, это не так. В первую очередь, в первую очередь, мужчина к вам любви не впитает, мужчина к вам чувств не имеет. Соответственно, он счастлив без вас. А вы, если любите его искренне, по идее, тоже счастливый раз, счастлив он. И если он живет другой жизнью, то и вам нужно жить другой жизнью. Потому что мужчина, который женат, никогда не дал бы вам истинного счастья. Того самого, которого вы так хотите. И вот последнее навевает на мысль о том, что вы, может быть, склонны идеализировать. Может быть, вы склонны к тому, чтобы пребывать в мечтах, относительно своего мужчины. Это, в свою очередь, заставляет предположить, что вы, может быть, очень скромный от природы, что вы робкий человек, что вы нерешительный человек. И довольно романтичный. Все это вместе, в принципе, качество хорошее. Но, как и любые, любые проявления жертв характера, они хороши лишь, пока имеют определенный мир. У вас это, видимо, слишком сильно развито. То есть, идеал мужчины у вас слишком завышенный, слишком отдаленный, слишком абстрактный, образный от реального. Но реальные мужчины вас, скорее всего, не привлекают. Вы находите в них изъяны и так далее. И вот то, что вы находите в них изъяны, свидетельствует о том, что вы, возможно, избегаете взрывных отношений. По какой-то причине боитесь их. Хотели бы, чтобы они были именно такими, какими вам представляются, то есть идеальными. Хотели бы, чтобы все было хорошо, то есть не было никакого негатива, все было так, как вы его желаете. И понимаете, что, наверное, это невозможно. Невозможно построить такие отношения, которые вы себе представляете. И поэтому вы выбираете себе женатого мужчину, который для вас недоступен, которого вы могли бы любить на расстоянии, мечтать о нем и не более того. Если мои предположения верны, то вам необходимо выходить из мира своих представлений, из мира своих грез. И все-таки перемещаться в реальный мир, в котором есть и место негативу, и место позитиву, и место хорошему, и место плохому. И в первую очередь понимать, что то, что вы считаете, допустим, изъяном в мужчинах, является ничем иным, как отсутствием вашей симпатии. То есть это ваше личное восприятие, и оно, к сожалению, не всегда объективно. Оно подвержено различным желаниям, оно подвержено предвзятости, оно подвержено влиянию, вот, например, идеализации. И вам от личной идеализации, из личной ее формы необходимо отходить, чтобы все-таки смотреть на мир более реалистично, чтобы четко понимать, чего вы сами хотите для себя, и к этому стремиться. Потому что в противном случае при таком подходе вы можете остаться одна. Далее, что сделать, чтобы, вот, как полюбить другого мужчину, достаточно легко. Нужно просто крутиться в компании мужской, побольше общаться с представителями сильного пола, для того, чтобы ощущать их внимание. И чувствуя их внимание, чувствуя, что вы привлекательны, что вы востребованы, вы осознаете, что значит настоящее проявление, мужское проявление по отношению к женщине. И вот именно это разрушит ту самую вашу, немного призрачную связь женатых мужчины, которую вы, вероятно, себе нарисовали от невозможности удовлетворить потребности, как женщины. Но для того, чтобы быть востребованным, у мужчин необходимо понимать, чего вы сами хотите, придать этому реалистичность, проработать свой внешний образ поведения и понимать, чего хотят другие мужчины, чтобы дать им это, чтобы сделать их счастливыми, чтобы сделать их мужчиной, мужчиной, женщиной только той, с которой он чувствует себя наиболее мужественным, привязать его к себе. Для этого одно не требуется некоторая корректировка ваше поведение, осознание скованности, придание более яркому внешнему виду, значит, изменение разговорной речи, поведение, придание загадочности, уменьшение уровня скромности и риск. Это самое главное. Возможность и желание рисковать ради собственного счастья, это то необходимое, что вам нужно для встречи своей любви. И изменить свое поведение, значит, вобщаться с другими свободными мужчинами, перестав воспринимать их через призму своего некого идеала, и воспринимая их как реальных людей, вы очень быстро забудете этого женатого мужчину, который покажет вам просто тем, кто не оценил вас по достоинству, что так, в принципе, и есть. В этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.